всем привет ребят ну что у нас сегодня будет думаю для многих интересный обзорчик не просто обзорщика просто поговорим по талантикам на не ледяного феникса которого он последнее время очень много показываю на огни к почему на огни к потому что многие без донат и уже скоро соберут и есть очень много разных вариантов прокачки поэтому я решил буду записывать вам такие разные обзоры у меня на каждый на разных серверах разные таланты есть тестирую все время и у нас музычка было немножко громко сделаю тише вот так короче сегодня у нас обзорчик на огняков с разными талантами расскажу что как почему где лучше ну то есть такой своеобразный обзор для тех кто планирует собрать либо уже собрал не знает как определиться что же поставить что делать так что там архи ушатали мы тут архива и думаю скоро пятерочку наберу пока вот так вот так окей поехали так у меня тут есть два огня к один факт с изворотливостью ну не знаю честно не тестировал полностью плюс 20 процентов честно скажу особо разница там уклонение не уклонение нет самое основное чтобы он на сегодня выживал до порочный пакт это круто это много урона сейчас зайдем где-то его протестируем но есть много но логник очень часто сливается а его сливают многие его считают убиваются ну вариантов как бы очень много порочный пак конечно это круто много урона но много урона это не универсальность для того чтобы у вас герой был универсальным в рон честно скажу не нужен нужна ожива там либо выживание то есть вариантов очень много да посмотрите вот его просто бабулька шатанула это они вот вот то к чему надо ребят стремиться это с оживой 9 до без доната будет сложно собрать огненько но скоро вы его соберете он дешевле стоит это раз во вторых но и люди уже накопили даже на других серверах за русские не говорю русские как обычно ну вот 97 процентов огник соло вытащил базу тут у нас огник самого топовая сборочка этажа 99 есть возможность без донату собрать руки при желании все возможно плюс выживание такой вариант это на битву гильдии на полу по локации тоже неплохо очень хорошо спасается за чары там уклонение не буду вам рассказывать уже честно скажу надоело поговорим сегодня чисто талантах вот такой вот это оптимальный вариант на битву гильдий на полу по локации второй вариант тут есть с замедление показывал замедление нафиг уже не нужно она уже не актуально для без доната конечно но актуально но сейчас больше вы набьете столами талантами такой вариант был раньше на архидемона сейчас к сожалению уже не актуально так давайте вот этого с фактом покажу да он кайфовый он будет дофига у вас выносить но его будут очень быстро считать как только с него спадет его умение вы просто могут считать у меня конечно же тот который вам показывал там 20 прорыв или как там он прорыв по моему от 20 уровня поэтому тут более такой топовый этот конечно же не прокачанный но я вам скажу пак круто да но это не то чего надо к чему надо стремиться давай 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 заряжайся какую-то нуба базу на поле конечно будет выносить все сейчас мы попробуем кого-то топа найти но если вы без доната любой вариант хорош что такое что такое разница особо нет так смотрим на нем сейчас защита есть еще давай давай включайся уже очень долго включается не очень нравится ну вот и все еще раз живет успак там что-то как-то не особо заходит да он там вырубает круто как видите финотаврова бель то есть такой вариант тоже возможен но лучше я бы наверно придерживался бастиона бастион плюс там ожива либо на урон что-то такой вариант он не идти изворотливость само по себе тоже вроде как бы интересно если у вас уклонения на это подослить до гранище самоцветом что-то без доната нереально но тоже честно скажу не особо заходит да он там набирает энергию но это не тот талант который для него тут и не урона получается у вас вроде как бы уклонение больше но это уклонение не особо честно скажу спасает то есть такое себе специфический талант как видите но и не туда и не сюда то есть бастион данном случае для без доната в том случае будет более универсальный так окей это вам показал поехали посмотрим давайте на русском посмотрим читал меня с огня как и делается домой сюда не заходил уже тут у меня он по моему собранного уклонения там у меня собранный крит у нас временные акции ничего себе два психо счета дают и за пять паков возможность собрать огня как жесть время как за два на этом английском можно за один пак большой можно два угника получить психо счета не актуальна я думаю скоро ведут следующие 9 так окей это мы посмотрели как это у нас людях а или поставим так тут у меня два вот такой же точно с живой девятка замедление которое нафиг не нужно вот еще и здесь бастион то есть такой вот вариант тоже довольно таки будет неплохой видите здесь он меня с уклонением поехали его сейчас он ставит да там можно конечно все противники разные сама универсальность как бы я уже испытывал во многих локациях его я вам скажу что все таки ожива на сегодня действительно вот он бьет ну вроде вот как видите и живучий более-менее усилет смотритель заблокирован и урон наносит то есть такой вариант более оптимальный будет чем пак не надо там его столько урона туда сунуть ему главное немножко хоть чуть-чуть выживать потому что нынешние ситуации реально очень сложно воевать против других так ну чё тут видите без вариантов любом случае только спадает с ним если у него нету там дополнительных героев которые будут отхиливать питомцев его будет считать неважно какая у вас сборка ну вот так поехали еще на китайке посмотрим что там у меня делается уже сюда не заходил бравлерс и зависаю больше нравится чем битва замков более интересно и больше трешечка какого-то да ничего давай-давай нравится мне этот макс никак не переустановлю его то есть вариант для без доната самый оптимальный это конечно же паст еще раз еще один нюанс можно поставить даже первую оживу дрестница и будет с фуловым хп чем его как бы плюс огника то есть можно поставить паст плюс оживу можно поставить там другие варианты но оживу можно рунами поставить но если вы хотите более такого гимбатор ского огника то все-таки оживу девятую прокачать собрать камни и будет вам счастье потому что он вас будет очень выручает на атаке фортов там на других локациях у москита плюшки пришли вот здесь вот все как всегда с тематом счастье так так камешки продумать смотрите за 300 самом на 3000 можете плюс смены мир говорю здесь счастье для бездона так какие с этим мы разобрались так не могу забрать поехали посмотрим чего мне тут делается так это мы тестировали тут у меня больше вариантов опять же пакт есть есть выживание как вариант живу рунами ну такой вариант тоже довольно таки неплохой но чуть-чуть хуже чем наоборот будет ожива плюс выживание мудья прокачал был такой талантики честными не тестил больше заходят это ланды на арке 0 по локациях конечно смотря против какой фракции тоже довольно таки неплохо смотрится но опять же это против одной фракции у вас нету не атаки не дам по такого как должен быть ремочный вариант есть это чтобы сразу включался есть такие варианты когда ремка реально спасает на пвп локации если прокачать на девятку будет довольно таки тоже неплохо такой вариант тоже актуален ну и принципе то же самое живо это мы тестили вот поэтому в принципе я вам все рассказал по чарам хотите там тоже буду отдельно вам записывать рассказывать то есть огник сам по себе офигенный герой но такое предчувствие что скоро выйдет новые имба и не его как видите продают все дешевле дешевле так всегда было в битве замков что со временем все обесценивается причем там в разы все пишите коменты подписывайтесь лайки репостики всем удачи всем пока